И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданный нагибаторский игровой видеоролик. Были какие-то моментики, которые стоило нам обсудить в предыдущем видеоролике. Ну а сегодня мы возвращаемся к нашим игровым стандартным нагибаторским видеороликам. И сегодня для вас я подготовил довольно-таки интересное вооружение. Под предыдущим видеороликом довольно большое количество и неожиданно для меня набралось на одном комментарии по поводу битвы вооружений. Можно так, наверное, сказать. И, безусловно, я вас услышал. Я понимаю, что вам это интересно и, в принципе, мысль довольно-таки здравая, которую стоит реализовать. Но не сегодня, поэтому я, как говорится, понял, принял, обработал. Придумаем что-нибудь и я думаю, что в ближайшее время запишем с кем-нибудь, с каким-нибудь нагибатором. Может, с каким-нибудь Артёмчиком, может, с Мергелюнчиком, может, ещё с кем-то. Но, в общем и целом, мы всё это дело с вами сделаем. Ну, а сегодня протестируем довольно-таки интересное нагибаторское вооружение. Моя целиком и полностью инициатива протестировать его сегодня. Это Хантера Жига. Вы много видите, как я играю на Жиге на Харьке и говорю, что это лучшее вооружение. Но сегодня я хочу вам показать Хантера Жигу в режиме Рэгби, в режиме ЦП. Посмотреть на это вооружение с той стороны, то, что оно за счёт прожимания овердрайва в нужные тайминги, выключая противника, может просто творить нереальнейшие моменты. Мувики вообще просто дикие получаются, особенно в режиме Рэгби. И надеюсь, что сегодня мне удастся это целиком и полностью передать вам. И показать, как можно эффективно и очень круто реализовать данное интересное вооружение в матчмейкинге. Ну, а вы, в свою очередь, в комментариях пишите свои вооружения, которые вы бы хотели бы увидеть в следующих видеороликах. Ну, и также не забывайте прожимать лайк, потому что как только соточка лукасов у нас набирается на видеоролике, сразу же выходит новый игровой видеоролик. И если у нас соточка набирается менее чем за сутки, то уже на следующий день новый видос выходит. Вы поддерживаете. Я, как говорится, всё это дело, конечно же, записываю. Поэтому не забывайте прожимать лайки. Ну, а мы уже начинаем пикаться в нашу каточку. Не знаю, насколько быстро сейчас запикает нас в Рэгби. Ну, я надеюсь, что довольно-таки, да, неплохо, быстро. Ещё бы карта какая-нибудь небольшая была, было бы вообще просто великолепно. Посмотрим, что у нас здесь имеется. Мосты. Мосты не совсем однозначная карта для данного вооружения, скажу вам сразу. И здесь имеется большой, очень глобальный минус, о котором я говорил и в видеороликах, и говорил на стримах очень большое количество раз. То, что здесь очень дисбалансные полёты мячей. Именно зоны, где мячик приземляется. Не совсем правильно, наверное, имеется распределение этих точек. Потому что, с одной стороны, мяч может респануться на твоей, по сути, базе. И если противник законтрит эту позицию, то он поставит мяч буквально там за 10-15 секунд. Ну, и также мяч может респануться вот здесь вот, рядом с базой противника. И также я смогу быстро его эффективно поставить. И противник, по сути, даже не сумеет среагировать. И вот сейчас, например, видите, я поставил мячик, да. И пока я уйду на респ, мячик уже упадёт возле нашего респа. Но здесь я, наверное, должен успевать. По идее, противника там нет. Но если был бы там противник, и он бы ехал бы сюда ставить в флажочек, вернее, в мячик, то у него были бы намного больше шансов доставить его, нежели у меня его отобрать. То есть, здесь имеется такая небольшая, я бы даже не сказал, не знаю, как сказать правильно, дисбалансная карта, можно так, наверное, выразиться. То есть, здесь не совсем всё правильно распределено на этой карте на мостах. Поэтому, возможно, для меня было бы целесообразнее поставить точки возле центра и минимизировать вот эти вот позиции, которые имеются на двух боковых мостах. То есть, если бы все точки были бы центр и две нижние вот эти вот позиции, то это было бы более правильно сбалансировано. Я думаю, что ничего страшного бы в этом точно не было. А так, когда у вас на базе может респануться мячик, но это не есть хорошо определённо. Также, друзья, вы очень сильно просите меня говорить постоянно, на каком устройстве я играю. Что касаемо Жиги, как вы знаете, это зажигательная смесь. Поэтому, если у кого-то ещё имеются вопросы и думаете, какое устройство вам лучше приобрести на данном интересном... Давайте прожмём здесь овердрайф, не знаю, зачем я это, конечно, сделал, но просто я уже довольно долго катаюсь на овере, и он мне, по сути, не нужен. То, безусловно, друзья, покупайте устройство зажигательная смесь и ни в чём себе просто не отказывайте. Играйте, нагибайте на Жиги и знайте, что лучше устройства на данный момент, на данной пушке точно нет. Так, мы уже ведём 3-0, довольно быстро катка складывается, и, по сути, даже моей помощи тут особо и не надо. Противники у нас не особо борются, наши тиммейты хорошо расправляются со своим оппонентом. Ну, а я лишь просто катаюсь, даже ни одного овера на этой карте не пришлось мне как-то грамотно прожимать, дабы, там, законтрить противника, который, например, везёт вражеский мячик, или, там, кого-то надо было бы заблочить. В общем и целом, всё довольно легко здесь складывается, за исключением того, что я вижу, что меня немножко начинают нагибать. Давайте поменяю резист, там арта есть, и там есть вулкан-агибаторский тряси, наверное, я оставлю рез. И, так, что я хотел, что я хотел, арта, 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 вот так возьмём. 4-0 ведём, 3,5 минуты до конца, боже, ну, насколько всё быстро происходит. Что касаемо вулкана, то я думаю, что это резист, который в дальнейшем будет постоянно нужен в матчмейкинговых боях, потому что в последнее время с тем апом вулкана, как вы знаете, довольно большое количество у нас игроков не играет на нужном скилле в матчмейкинге. Они любители поиспользовать такие вот вооружения, где, ну, особо много думать не надо. Поэтому здесь нет ничего удивительного, за исключением того, что мне надо сейчас прожать грамотно овер, а хотя, по сути, даже противник меня контрить и не поехал. Довольно простая катка получается, здесь мне даже, по сути, ничего не надо было делать, поэтому я считаю нужным скатать ещё одну каточку, и я понадеюсь на то, что эта каточка будет на каком-нибудь, может быть, рода-алерте, если бы это была бы редка, это было бы очень круто и достойно. Поэтому давайте пикнем, ну и пока ждём. Подумаем о том, что Хантер может сделать вообще, по сути, на большой карте. На большой карте его эффективность, конечно, значительно меньше, нежели на каком-нибудь, как я уже сказал, рода-алерте, то есть средняя карта намного лучше подходит, даже вот тот же Александров намного лучше подходит к данному интересному вооружению, а вот если бы меня бы сейчас запикало бы на какой-нибудь магистраль или ещё что-нибудь такое большое, то, ну, по типу Чернобыля, например, то там уже эффективность была бы намного-намного меньше. Поэтому здесь есть шанс также сделать очень быструю досрочку, на момент записи видеоролика я его записываю днём, сейчас у нас в игре, как вы знаете, днём не имеется большое количество таких жёстких нагибаторов матчмейкинга, и, возможно, из-за этого мне сейчас, у меня катка сейчас складывается довольно-таки просто, но посмотрим, прав ли я, сейчас вот в этой катке, наверное, будет уже поплотнее борьба, противник будет больше агриться, больше пытаться нагибать, и я уже вижу, что мне первый мячик так просто доставить не дали, возможно, зона была не такая благоприятная в каком-то смысле, потому что там 5 или 6 танков противника находилось в той позиции, поэтому меня так быстро разобрали, если бы, например, где-то с левой стороны, может быть, был бы мячик, у меня было бы больше шансов на его доставку, но сейчас вроде как есть шансик небольшой, мне, правда, вот здесь аптечку сбивают гром, блокировать будет меня? Нет, не будет блокировать. Ааа, имина! Подлая мина, я не заметил её, если честно. Он так подставил хорошо минку, остановился как раз, и откатился, и я её вообще пропустил каким-то образом. Ну ладно, ничего страшного. Минутка всего лишь прошла, по идее мы неплохо сейчас давим противника, но надо как-то доставить хотя бы вот этот первый мячик, размочить счёт, дабы уже полегче потом пошло. Постоянно вот этот викинга-твинс пытается дёрнуть вражеский флаг, и видите, как викинг потихоньку всё равно уходит от меня. Ну ладно, здесь я уже догнал, и меня просто стопят. Овердрайв есть! Осталось теперь его грамотно завязать. Желательно, конечно, не на противника, который будет ехать с мячом, а мне желательно сейчас бы забрать бы у них мяч, и потом как-нибудь грамотно поражать овер. Возле, например, доставочки. Так, не бери, не бери, пожалуйста, спасибо, молодец. Вот такие тиммейты мне нравятся, которые не мешаются, которые спокойно вот так вот всё делают по красоточке. А я просто-напросто еду и ставлю... Ой, боже, а чё так просто? А почему такой простой мяч? Ну ладно, даже никого и тормозить не надо было. Я думал, сейчас у меня заагрится, там 2-3 противника, мне придётся овердрайв прожимать, а тут даже, как говорится, и овер не надо прожимать. Спокойнейшим образом заехал, доставил, уехал, и всё хорошо. Так, а вот теперь мамонт. Мамонт, у которого есть овердрайв, я уверен, на 100%, и мне надо делать именно так. Потому что иначе я никак не подберу этот мяч, и, возможно, потом противник поедет его ставить, и будет вообще всё плохо. А сейчас по таймингу правильный овердрайв. Выключил двух противников и спокойнейшим образом доставил уже второй мяч для своей команды. Это было очень эффективно, очень неожиданно. И вот вам та самая реализация Хантера. Вы прожимаете овер на двух танков, которые потенциально могут доставить мяч нам. Вы их выключаете, подбираете мяч, останавливаете их там, пусть они стоят, пусть они там смотрят на вас, ничего они там уже не сделают, и спокойнейшим образом доставляете уже в свою копилочку, в свою команду, в свою пользу ещё один мячик. Давай, братик, ты будешь либо голд ловить, либо тащить. Если уж голд ловишь, тогда отдай мне мячик, а я поеду его ставить, безусловно. Так, квинс овер прожал. А, у меня уже ещё один овердрайв появился. Ну ладно, здесь уже прожимать не надо, хотя если бы он гонять чуть побольше бы нагибал бы, возможно, я бы поражал бы этот овер, но так, по сути, всё довольно-таки просто складывается. Как вы видите, уже 3-0. 3-0, 4 минутки всего лишь прошло. Я думаю, что можно сделать ещё одну красивую досрочку, доставив ещё два мячика, пока там противники ловят голдики, катаются просто-напросто по карточке, а я сейчас поеду, ещё один доставлю, если мне, конечно, тут дадут подобрать. Ну, блин, ну, где-то даже какая-то такая спорная ситуация была. Я уже хотел, если честно, овер прожимать, но потом в последний момент понял, что лучше я не буду его жать. Так, темей чуть-чуть подлечил, я не буду ждать, пока он меня вылечит. Сейчас, может быть, вот этот парень прожмёт овер. А, ну ладно, у него своя игра, короче. Он делает всё по своей темочке. Я, блин, это зря, наверное, сделал. Ну, немножко хп не хватило, была бы аптечка, было бы всё великолепно. Я бы успел бы там и овер прожать, и размансить этих трёх противников, но там, похоже, наш нагибатор должен ставить. Нет? Ставит, нет, 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 ставит, нет. Что-то он там двоих слил, вроде как. Вроде как и должен поставить. Блин, ну зачем вот такие скидки делать, глупые. Просто глупая скидка, ужасно. Ужасно глупая скидка от нашего тиммейта. Так, и что мне здесь делать? Ну, наверное, так. Да, больше никак, потому что Мамонт мог просто меня овером выключить, а я так по красоточке влетел. Овердрайвик, 3-4 танка тормознул, четвёртый мяч для своей команды поставил. Всё выглядит максимально просто. Вы сами всё видите, вы сами видите, как можно эффективно использовать данный Хантер, и по сути, в таких самых моментах в данном режиме Хантер целиком, целиком и полностью, вообще жёстко превосходит Харька. То есть, если бы я сейчас играл бы на Харьке, да, я бы дамажил бы много противника, но я бы никогда не смог доставить такие мячи, когда рядом со мной там, например, Мамонт, ещё какой-то жёсткий тип, который наносит по мне урон. И если я его не выключу, я никак, никаким магическим образом не смогу доставить этот мяч. А так, просто, оп, выключил, и всё, и всё, ты уже на коне, ты уже доминируешь над противником, или как там было на мосте, то, что он подбирал мячик, я остановил, слил, подобрал, доставил. Всё, элементарные вещи, правильно реализуешь овердрайв, у тебя есть пушка, которая самый большой дэмэдж вообще в игре наносит, и ты уничтожаешь противника, и ты просто уносишь его, и спокойнейшим образом выигрываешь и первое место для себя в катке, и победочку приносишь, вообще всё великолепно получается. Поэтому, друзья, если вы ещё не используете, и не знаете про то, что Хантера Жига это жёсткая, лютая имбище, то я бы на вашем месте задумался бы о данном вооружении, и сейчас скатаем ещё каточку в формате ЦП. Борду нас тут такую закинуло, может быть, даже получится сделать третью досрочку сегодня, потому что две досрочки в регби, это очень достойно. Я повторюсь насчёт того, что я играю днём, и, возможно, если бы я записывал немножко в другие тайминги данный видеоролик, мне бы попались более жёсткие противники, но это уже как бы другая история, да, и ещё другая история, это то, что у нас дефолтная, стандартная крит ошибочка, которая падает, и мы идём быстро обновляться, ну, блин, ну что я могу сказать? Ну, добрый вечер, добрый вечер, крит ошибочка, все дела туда-сюда, и ничего удивительного здесь, по сути, в этом плане у нас и не появляется. Так, звук, звук, пожалуйста, пожалуйста, выключайте, вот этот звук неприятненький, и едем, едем забирать точки, мы уже начинаем, я так понимаю, проигрывать. Против есть Хория Жига, может быть, стоит мне сейчас поменять резист. Я вижу Гаусса, я вижу 3 Жиги, 3 Жиги, пулемёт. Всё понятно, Жига, Гаусс, пулек, сейчас мы сменим резист, дабы всё выглядело у нас аппетитно, сочно и нагибаторски. Так, соточку я свою уже реализовал, но надо просто играть на точке, здесь как бы всё очень просто. Ты заезжаешь, забираешь точку, видишь 2-3 противника, прожимаешь овердрайв, выключаешь противника, нагибаешь противника и выигрываешь катку ещё для своей команды. Ну, самое жёсткое, конечно, будет под конец, если там противник будет, например, кучковаться в каких-то определённых позициях, вы просто грамотно прожимаете овердрайв, говорите «Добрый вечер!» и всё. И противник уходит на резку, без особых вообще проблем для вас и для вашей команды. Ну, вот сейчас можно, например, оверпражать «Добрый вечер!» Как ваши дела, молодые люди? 5 человек без нарочки, ну, ничего страшного, поиграйте немножко, если бы я бы ещё всех успел быстро слить, было бы вообще великолепно, ну, ладно, там уже мои тиммейты подорвались. Именно вот в такие моменты прожимаешь овер, выключаешь максимально большое количество противника и всё. Ты делаешь максимум пользы для своей команды и даже если ты сам их не сольёшь, подъедут твои тиммейты, уничтожат противника и всё. Они заберут точку, вы выиграете бой. И самое главное – это оставлять овердрайв на конец катки. Если у вас под конец катки будет овер, например, там, за минутку, за полторышки, минутки до конца, может, даже за 30 секунд до конца, вы его там на 3-4 противника выключите, включите, нагнёте, всё, всё. Вы выиграете катку, вы выиграете момент, вы выиграете, ну, максимально эффективно сыграете, вообще, как только может ваш танк и, скорее всего, за счёт такого правильного мувика вы ещё и выиграете катку, если ваши, конечно, тиммейты будут играть, а не там стоять где-нибудь АФК в углу и думать, что вы там соло завалите катку, а на самом деле у вас соло, конечно, не всегда может всё получиться. 3,5 минуты до конца, мы уже войдём, мы уже не с плохим отрывом, даже тут нормально так наваливаем. Я думаю, что если сейчас я заберу ещё эту точку, хоть до меня жирный мамонт не дотянулся, хорючка, с его овердрайвом мы быстро сливаем, о, ещё и куполочек ставят, великолепно, просто великолепно, С точечка это где? А, это не в той стороне, куда я поехал, хотя тут А точка тоже у нас уходит, поэтому я думаю, что если я её сейчас заберу, будет, а, ну, ладно, сливают меня, пусть мы эти мейты быстро её заберут. Две точки под контролем, это то, что нам и надо, если две точки у нас под контролем, по сути, будет, мы эту катку и выиграем, но я думаю, что включаться стоит где-то через минутки полторы, не знаю, даже если честно, стоит ли сейчас мне быстро прожать ещё один овердрайв, накопится, ну, скорее всего, накопится, но пока вы видите, я как бы, я не любитель прожимать там овердрайв на одного-двух противников, да, если вот кучка противников имеется в одной точке, я прожму овер, мне как бы приятненько, когда там 4-5 танков вы выключаете, у вас всё вообще супер-мега круто получается, а вот если вы такой едете, да, смотрите, там два танка и думаете, да не, ну какой овер, ну два противника, вы их так можете быстро хоп-хоп-хоп разобрать, да и всё, куда на них ещё овер тратить, как-то жалко даже становится овердрайв потратить на двух противников, две с половиной минутки до конца, прилетит мне или прилетит моему тиммейту, я не знаю, а, ну моему тиммейту, это неплохо, это неплохо, нам надо забирать точки, нам надо контролировать две точки, потому что отрыв есть, семь точек отрыва, это вполне неплохие циферки, и, о, отлично, меня ещё не забаншотили, и за счёт этого, конечно, можно ещё и выиграть каточку, этого должно быть предостаточно, если я сейчас ещё захвачу точечку, будет вообще просто, 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 всё великолепнее, пшепшепша, так, две минутки, две минутки, две минуточки, минутки, так, точка левая у нас уходит под наш контроль, цешку контролем, едем на Б, полторы минуты, нужно ловить уже грамотный тайминг, и возможно сейчас поймать на респе пару-тройку противников, прожать на них овер, выиграть трайминг для своих тиммейтов, и возможно выиграть уже за счёт этого ещё и боёчек, хантер будет ли овер прожимать, вот в чём вопрос, наверное будет, поэтому давайте подержим лучше расстояние от него, да, вот так вот, вот так вот, ещё одного, ну тут мамонт, понятно, дефолтный овер, минутка до конца, ц-точечка, будет ли под нашим контролем, ну заруба будет на Б, я уже вижу, что заруба под конец будет на Б, тиммейты мои туда тоже устремляются, противник тоже туда едет, ладно, сейчас тут за контролем, под контролем, противника выключают, я даже не знаю, где здесь овер прожимать, я не вижу большое количество противников в точке, я не вижу противников, я забираю точку, одна под нашим контролем, отрыв довольно-таки неплохой, так, едет один противник, едет второй противник, ну вот сейчас надо уже прожимать овер, потому что, ну, либо я тут его прожму, либо я его нигде уже не прожму, стоит здесь забрать противника, центр контролится, ну, хорошо команда играет, я скажу, что хорошо команда играет, да, я думал, что здесь под конец будет такой моментик, где там будет 4-5 танков в одной точке, они там будут пытаться жестко забирать точку, но вы как видите, все очень-очень просто, здесь я когда овер на цешку прожал, пока там еще противник респанется, доедет до нее, уже катка закончится, ну, а соответственно, если две точки у нас под контролем имеется, то противник уже никак, вообще никак не сможет ни скрутить, ни выиграть, и ничего вообще по сути сделать в этой катке, поэтому она уходит за нашу команду, 500-очку набиваю, я даже не смотрел, сколько я набил, если честно, играл максимально эффективно на команду, 500-очку набил, двоечку УП, победочка почти в 10 точек отрыва, и вот такая вот сочная, аппетитная и нагибаторская Хантера Жига сегодня у нас получилась, я думаю, что данный видеоролик достоин вашего лайка, если вы его еще до сих пор не поставили, то обязательно поставьте его прямо сейчас на данный видеоролик, также, друзья, не забывайте подписываться на канал, ведь потихонечку мы идем вверх, мне очень приятно, что наше количество также растет, поэтому если вам понравился данный видеоролик, обязательно не забывайте подписываться на канал, ну и также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и также не забывайте, то что у нас проходит каждый вечер в 22 часа по московскому времени, стримы, на которые вы можете тоже прийти, посетить, возможно какие-то вопросы у вас есть ко мне, задать их, получить на них ответ, ну и вообще хорошо провести время, ну а данный видеоролик на этом моментике подходит к концу, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.